Александр Волков В этом видео. Роль лейтенанта-кинолога Максима Жарова в сериале «Возвращение Мухтара 3» открыла ворота нашего кинематографа для актера. За время работы в Мухтаре Александр настолько подружился с четвероногим другом, что завел спищенка. Зато когда в сериале сменили собаку, а его другу Васе уже было более 10 лет, актер ушел из проекта. Также Волков снимался в фильмах «Моя причистенка», «Дело следователя Никитина», «Обручальное кольцо», «Ковчег Марка», «Веревка из песка», «Саша плюс Маша», «Тайный знак» и других. В 2020 году с участием актера вышли сериалы «Чики» и «Понятой». Актер много времени уделяет работе в Малом театре, куда пришел в 2012 году. В новом спектакле «Буратино» он играет кота Базилио. Успешно идут и спектакль «Варвары», «Метель», «Большая тройка» и другие. На первое место актер поставил семью, ведь теперь он не только муж, но и заботливый многодетный отец. Свою судьбу он встретил совсем юным и никому неизвестным. После школы Александр познакомился с Таисией. Она приезжала летом на дачу с родителями в их поселок Снегире. Парень настолько влюбился в новую знакомую, что носил ей букеты цветов и пробирался на балкон, пытаясь удивить девушку своими неординарными поступками. Их общие знакомые утверждают, что именно Таисия и предложила парню попробовать поступить в театральный, имея такую красивую внешность. А что не сделаешь ради любимой? А раз исполнил ее желание, то сделал предложение и ей позвал замуж. Так и живут в той поры вместе, а это уже более 20 лет. У Александра и Таисии трое детей. Первой в семье появилась дочь, которую назвали Александрой в честь отца. Потом в семье родилось еще двое сыновей, Георгий и Николай. Семья Волковых живет в том же поселке Снегире. У них большой загородный дом, где всем, включая собаку Роя, хватает места. Как и когда-то мама Александра ведет хозяйство и одновременно является пиар-директором своего мужа. Они вместе и дома, и на работе. Любовь объединила их навсегда. А вам нравится этот актер? Пишите свои мысли в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok